Итак, по многочисленным просьбам двух человек и их возмущениям, я всё-таки выкладываю видео хотя бы одно на свой канал в игре Nuclear Front. Играть я буду на рыбу, которая умеет перекатываться. Во время переката я могу стрелять, и в общем-то всё. Игра ещё не доделанная, лежит в стиме в разделе Guardia Test, в ранний доступ. Но разработчики почти каждую неделю выкладывают обновления, так что, возможно, скоро уже выйдет полная настоящая версия, которая будет стоить, скорее всего, 300 рублей. Ну, я всё равно играю в пиратскую, так что мне этого не касается. Ну, как я думал, уже вся догаданность, где уровни генерируются абсолютно рандомно. Двух одинаковых ранок набывает. Если я умру, то всё начну с самого начала, не сохранится ничего. Ну, только, может, открою пару персонажей там или что-нибудь ещё. То есть, никаких чекпоинтов, только подход. Ну, кстати, игра не особо простая. Надеюсь, что, конечно, первые ранки я сделаю хорошо, дойду далеко. Могу показать всё разнообразие. Ну, пока что только пустыня. Пока что просто, только пустыня. Ну, конечно же, в игре присутствует сюжет. Невероятно интересный и насыщенный разными поворотами. В общем-то, просто случилась ядерная патастрофа. И все персонажи мутировали. И теперь живут свою жизнью, чтобы дойти до мистического ядерного трона. И что-то там они хотят найти, я даже не подозреваю. Когда я убиваю врагов, видите, вот зелёные маленькие радиации выпадают. Я их набираю. Вот сюда вот. И у меня получается уровень. Когда я набираю полную канистру. С каждым уровнем, заходя в портал, я могу выбрать мутацию. Вот здесь я возьму стронг спирит. Он позволяет мне не умереть, когда меня ударят. Вот у меня с головой нимб. И когда у меня будет, например, один ТП, у меня кто-нибудь ударит. Я не умру, у меня просто пропадёт нимб. И чтобы его опять зарядить, нужно будет полностью вывешиваться. Ну, что не особо сложно. Мутация, вероятно, хорошая. Я её предпочитаю многим другим. Мутация, которую я взял, показана вот здесь вот. Вот видите, первая мутация, это Рэббит Па. Она увеличивает количество дропов из врагов. То есть, больше патронов, больше аптек пропадает. Она тоже очень полезна. Сейчас я в катализации. У меня, как видите, уже закончились патроны в мутармане. Так что, использую слогер. Вот такие вот красные сундуки содержат оружие, а жёлтые сундуки патроны. Здесь я возьму бэк-масл, позволяясь мне удерживать больше патронов. Что ж, теперь мы в скрэп-ярде. А вот и, что ж, первая послалочка намечается. Я беру отвертку и ударяю эту машину. Видите, она починилась, у неё выросли брылья. Что же это значит? Это значит, что теперь я могу туда залезть и отправиться в секретную территорию. Что я, собственно, делаю после зачистки уровня. Потому что, если я туда полезу сразу, то я потеряю весь опыт и, ну, вообще всё, что я должен был получить на этом уровне. Поэтому я просто оставлю в дополнительном враге и залежу в машину. Так, главное не попасть в портал. Ну, всё хорошо. Отправляемся в секретную территорию. Посмотрим, что нас там ждёт. Вот так. Вообще в игре огромное количество пасталок, секретов, всяких там поступков. И их все, большинство из них, я знаю, скажу, найти самому абсолютно нереально. Потому что не так спрятаны, это должно или дико просто вывести, или просто нужно знать, прожать на Википедии или не будет ничего. Ну, я бы не мечтал на Википедии. Потому что ждать удачного момента, когда что-то произойдёт, не хочется. Золотой шотган. Я беру золотой шотган. Собственно говоря, зачем я его беру? Золотое оружие, наверное, золотое оружие немного лучше, чем обычное. Оно особо даже не заметно. Но фишка в том, что когда ты умираешь с золотым оружием, то в следующий раз, когда ты будешь играть за этого персонажа, ты начнёшь не с пистолетом, а именно с этим золотым оружием. Вот у меня написано, что я взял золотой шотган. И теперь я в меню смогу выбирать начинать золотым шотганом или просто с пистолетом. Ну, понятно, что шотган лучше пистолета. Как что-то высокое локацию не возникает. Ну, и с этого оружие можно получить не только путешествую в самую секретную локацию, которую я только-то сказал. Можно просто очень-очень долго проходить, проходить, и тогда она сама будет выходать в росте забыть. Ну, да, кстати, игра бесконечная. Когда ты проходишь последнего босса, тебя подравляют на бутылку. Ну, надеюсь, что сегодня я не удастся показать, что это вообще такое, что они себя представляют. Ну, потому что это достаточно интересно. А, кстати, на самом деле, все. Еще один. Ну, ладно. Чуть бы он на меня не ударил. Ну, все обошлось. Так, здесь. Не знаю даже, что взять. Возьму иголайз. Просто увеличивать мою точность стрельбы. Из всех орудий. Ничего особенного. Просто увеличение точности. То есть даже шотган у меня вот такие вот плотники. С копом собирают. Я, кстати, за него входит в ладонь шотган на огненный шотган. Ну, он не сильно лучше. Я думаю, мне уже оба мои оружия пора менять, потому что на этой стадии игры они перестают защитить и делать что-либо. Ну, к счастью, я здесь видел какое-то у меня типическое оружие. Вот оно. Что это? В ладер-кэнном? Ну, лучше всего ничего. Ну, я думаю, что весьма неплохо. Ну, что в ладер-кэнном уже можно играть. То есть я больше не жалуюсь на судьбу. Ну, и плейм-сорган тоже неплохо. О, автокроссбол. Вот так я сделаю. Автокроссбол вообще шикарное оружие. Ещё и с иголайзем оно абсолютно точное. Так что теперь я даже очень-очень доволен своими оружиями. У меня появляются хорошие шансы. Так, здесь лаки-шоп я, пожалуй, возьму. Шанс, когда я убью врага, что я получу немного оружия. Так, теперь мы попадаем в зиму. В зиму уже начинаются достаточно сложности в игре. Так что уже расслабляться не стоит. Ну, и плюс, где у меня самый сложный босс игры, ну, на третьем уровне зимы, который пока не успокоится. Но, когда я до него дойду, надо будет очень стараться. Сполим парзан. Ну, тоже очень интересно оружие. Стреляет несколькими маленькими болтами. Но, конечно, автокроссбол получше будет. Вот уже второй уровень зимы. Здесь должна быть статуя, которая позволит мне телепортироваться в специальное место, где я могу взять корону. Корона... Вот она, статуя. Вот она. Короны очень интересные. Они делают жизнь одновременно и лучше, и хуже. То есть, ними надо аккуратно. Например, все пейшапы, которые я подбираю, дают мне больше патронов. Ну, казалось бы, как хорошо всё. Надо скорее идти и брать. Но. Но. Они исчезают гораздо быстрее. То есть, я просто не буду успевать их собирать. Вот, обратите внимание, синий шундук. В нём есть куча патронов, но если я вот открою, то за мной приедет полицейский. Вот, полицейский. Но я быстро не побегаю в портал. Здесь я возьму 2-2. Шанс, что при убийстве врага я полечусь на 1-2. Так, вот мы росли за 3-й дну. Здесь мы тоже такие босс. Я, я не могу, боюсь. Всё. Не знаю, что с ним буду делать. Надеюсь, что будет хорошо. Вон он где-то там. Дай, 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 дай. Путь очень аккуратно. Предельно старой. Всё, всё, походу не будет. Всё, отлично, отлично. У меня остался один ТП, но если я поранить, я не умру, потому что у меня над головой нет. Всё ещё и нет. Но. Ну, можно сказать, что у меня не может быть. Я не могу, чтобы я елся в бою. Лазерный миниган. Почему бы и нет. Я, по сути, подписал себя. Приговор о том, что у меня больше никогда не будет патронов лазерным миниганом. Ну, потому что он за один клик выстреливает дофига. Да, конечно, больная сила 20 миниган, невероятная патронов лаборатория. Очень много зависит от францома, от спавна, от количества врагов. Ну, пока я живу, всё нормально. Копить там с головой у меня больше нету, мимбо. То есть, если я умру, то я умру. Чтобы она, конечно, вилл, тебе надо полностью вылечиться. Ну, я надеюсь, что он будет ещё вилл. Так, лейнганом можно её взять. Ну, вот так вот она стреляет. Большими хорошими выстрелами всё подчигает. Ну, всё, я, к сожалению, не буду этого делать. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Мне немного помогает то, что болты моего армалета могут прилипать клость врагов. Всё, я полностью вылечился, у меня опять появился миль. Но думаю, что всё хорошо. Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Всё. Да? Отлично. Вот мы уже восьмого уровня. Здесь я, пожалуй, возьму... Окей. Очень сомневаюсь, но возьму, что без карьер-фейс. Это уменьшает жизнь всех врагов на 20%. Невероятно хорошая локация. Но мы, тем временем, уже в дворце. Можно сказать, что это финальная локация. Но она ещё не совсем финальная. Но... О, и рейсер. Очень хорошее оружие, но, пожалуй, не сегодня. Не особо я перекатываюсь. Так что, можно ещё поперекатываться, пожалуй. Бегу до. Так, ну, первый уровень дворца прошёл легко. Посмотрим, что дальше будет. Так, ну, наверное, начинают преследовать колитетики. Скоро они на каждом уровне будут уже ползать. За мной гоняться. Бассейна здесь не будет. Мениган. Заменю ли я лазерный миниган на обычный? Думаю, нет. Думаю, я, пожалуй, оставлю себе лазерный миниган. Ну, хотя обычный тоже весьма неплох. Так, ну... Я, пожалуй, возьму... Секунд столбик. Два вот моё увлечение. Из аптечек. Баунсер СМГ. И... Балты. Ну что ж, вот и финальный босс. Ну, почти финальный. Трон, собственно говоря, ради которого весь этот поход изменивался. Ну, бой отнюдь не лёгкий, но с учётом того, что у меня в обоих оружий очень большой урон в секунду. И плюс у меня ещё вот эта вот мутация, которая уменьшает жизнь трона. Я думаю, что всё будет хорошо. Самое главное, пожалуй, не остаться без патронов по окончанию этого боя. Потому что... Ну, игра на этом не заканчивается после прожелчения и патроны мне пригодятся. Очень большие шары. Игнипады патроны. Пое-ое-ое. Всё, 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 всё. Аккуратно. Вот так вот. Идеально. Идеально отыгранный уровень. Теперь, собственно говоря, начинаются лупы. Вот эта гитара. Точно. Поскольку я играю рыбой, здесь мне выпала гитара. Очень хорошее оружие глистного боя. Я его, пожалуй, знаете, спасу. Я взял гитару. Ладно, мне теперь сразу... Всё, отлично. Теперь у меня есть гитара. И всё, мы лупаемся. Так, всё с самого начала. Ну, врагов больше. И они со всей игры собраны. Не просто отдельные враги, спустя. А враги практически со всей игры. Здесь собрались. Полицейские. Полицейские. Чё попалось? Невероятно. Они же... Всё, может быть, дико. Вагоны какие-то там грузы-грузы. Признают, что на всё время происходит. Здесь не полицейские эти. Ужас. Ну, что ж делать. Что-то вылупим. Плазма К. Плазма К. Автоплейм шотга. Да, я возьму его вместо гитары. Просто потому, что я не собирал себе билд на милицию наружия. Вот элитный дпд-шник. Полицейский, включён. Подойдёт. Очень больно меня ударит, если я ему разрешу. То есть, он поможет играть ракетами. И он притягивает меня телепинета, он выкидает гранаты. Ой. С ним надо очень аккуратно. Ну что ж, первый уровень губа. Вы видите, у меня уровень ультра. Я могу убрать ультрамутацию. Они у каждого персонажа свои. Так, из врагов может выпадать оружие... Ой, патроны. Из врагов выпадают сундуки с патронами. Или... Бесконечные патроны на 7 секунд после... Выхода из портала. Ну, возьму-ка я вот это. В 7 секунд я смогу... Вот так вот, тратим агроны. Своё удовольствие и всё расстреливать. Всё. 7 секунд, похоже, закончилось. Ну, я настрелял. Довольно много. Ну, и в начале качества уровня я смогу работать. Неплохая ультрамутация, а я ввенер. Я не знаю. Я сейчас это специальные страсти. Всё. Так, вот, видите, я сломал статуи. Вы запекали, что он спасал. Всё. Ну, клаунчер. Что же, спасал трайфл. Нет, спасибо. Здесь лежит корон. Шикарно. Я могу выбрать ничего. Больше мне не выпадают из врагов лечилки, аптечки. Но большие аптечки чаще выпадают. Вот это то, о чём я говорил. Все патроны больше дают мне патронов, но быстрее исчезают. Это просто больше врагов, но меньше радиации не попадает. Только сундуки с патронами. И ты все уровни начинаешь с одним КП, но рандомные враги умирают при спауне. Я, пожалуй, не буду рисковать. Не возьму ничего. Ну, ничего не изменить. Здесь должен быть босс. Он, как помните, в самом начале рано. Вот я сражался с одним таким, а теперь их здесь двое. С каждым лупом их будет всё больше и больше. И больше и больше. Хотя опять пилитессии. Невероятное количество пилитессий начинают убедать. Я к нам нервирую. Ах, ты же, обидно как. Ну что ж, похоже, вот и конец первого нашего рана. Знаете, наверное, для первого видео пока достаточно. Ну, спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Хотя знаю, что качество не очень высоко. Но в будущем буду стараться что-то делать. Всем спасибо. Всем пока.